Стоматология 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 Мы дарим людям улыбку, занимаемся реставрационными работами, в результате которых люди очень счастливы. Стоматологи-хирурги занимаются хирургическим лечением заболевания челюстно-лицевой области. Для специалистов этого профиля нужны стальные нервы и доброе сердце. Наша кафедра хирургической стоматологии основана в 1962 году профессором Черновым Евгением Федоровичем. В настоящее время на кафедре работают высококвалифицированные специалисты и оказывают помощь больным и в стационаре, и в поликлинических условиях. Больным с челюстно-лицевой патологией, а в частности проводят реконструктивные операции. Операции по поводу опухолевых процессов, операции по поводу травм и воспалительных процессов. Это довольно большой арсенал помощи, которую оказывают наши специалисты. Специалисты нашей кафедры. Когда стоматолог-терапевт провел лечение и исчерпал все возможности восстановить зубы своими средствами, на помощь придет врач-ортопед. Работа этих специалистов кропотливая и долгая. Они снимают слепки, проводят примерку и подгонку. Наша кафедра называется кафедра стоматологии. У нас работают два доктора ИСИС наук. Это профессор Рузденинов и я, а также 8 доцентов и 5 ассистентов. Достижением нашей кафедры является за последние 5 лет. Мы впервые совместно с сторонним организациям, это с участием ученых России, Турции, Германии, разработали отечественные сплавы для изготовления металлокерамистых зубных протезов, а также двигательных протезов. А также сотрудникам нашей кафедры написано на государственном языке, несколько учебников и учебных пособий. Постоянно наша кафедра участвует в конкурсе по грантам. Мы в 2011 году выиграли этот грант по линии Министерства образования и науки, который называется «Инновационные методы диагностики и ортопедическое лечение, различных дефектусных рядов». В результате выполнения этой программы нами было разработано 2 вида сплавов, получено 7 инновационных патентов. И с сотрудниками нашей кафедры были опубликованы зарубежные статьи, в частности, в американском журнале по стоматологии, в Швеции и Турции, в России, которые имеют немалые инфра-факторы. Наша основная задача – это подготовка лучших специалистов по стоматологии. Стоматология детского возраста учитывает особенности растущего детского организма. Стоматологические заболевания у детей протекают иначе, чем у взрослых. При этом детский стоматолог учитывает взаимосвязь с общими заболеваниями, процессами роста и развития ребенка. В этом аспекте детская стоматология неразрывно связана с педиатрией. Наша кафедра стоматологии детского возраста была организована в 1977 году. И, кстати, надо отметить, что в этом году мы отметим 40-летие – год юбилейный для всей нашей кафедры. Кафедра самая молодая среди всех кафедр стоматологического профиля, но, тем не менее, это кафедра передовых идей, новых инноваций. Коллектив очень мобильный. Есть и молодые, и очень опытные преподаватели. И очень хочется думать, что мы на сегодня притворяем все, что нужно в образовательный процесс для студентов. Кафедра особенно тем, что мы преподаем дисциплины, которые касаются детей. Детей различных возрастных периодов – с самого рождения и до 18 лет. На кафедре мы ведем 5 дисциплин, начиная с третьего курса и завершая студентами выпускного курса. Я являюсь ученицей первых руководителей кафедры стоматологии детского возраста, профессором Джима Дилаева Джанибека Налибайча, первого заведующего кафедрой. Затем более 20 лет кафедрой руководил мой непосредственный научный руководитель профессор Супиев Турган Курбанович. На протяжении более чем 5 лет я руковожу кафедрой стоматологии детского возраста. Кафедра имеет очень хорошие традиции, которые мы, молодые, стараемся соблюдать, приумножать, сохранять, поддерживать отношения со многими сотрудниками нашей кафедры. Более того, наша кафедра отличается тем, что мы имеем хорошие партнерские отношения с коллегами из других стран, в частности, Россия, Кыргызстан, Таджикистан. Сейчас у нас появились новые партнерские отношения с коллегами из Европы, Германии, Бельгии, Великобритании. Я думаю, что совместная работа коллег из разных стран будет только во благо образовательного процесса. Основной целью обучения врачей на кафедре интернатуры является подготовка высококвалифицированных специалистов для самостоятельной работы в органах и учреждениях здравоохранения. Я думаю, что все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...